В Твери на аэродроме Мигалова прошли учения по бомбометанию и боевым стрельбам. В полетах приняли участие экипажи 10 самолетов Ил-76. Тему продолжит наш корреспондент. Самолет Ил-76 предназначен для десантирования личного состава и транспортировки грузов и техники разного назначения. Это первый в истории Советского Союза транспортный военный самолет с турбореактивными двигателями. Он способен поставлять грузы наибольшей массы от 28 до 60 тонн от дистанции до 4200 километров. Бомбометание с Ил-76 проходили только в учебных целях. У него основная задача – перевозка пассажиров, грузов. И такая специфическая задача, как бомбометание, она выполняется на столько учебных целях на нашей базе, здесь в Твери. То есть есть такая задача, мы ее выполняем, готовим молодежь, передаем опыт. Учебные полеты проходили в светлое и темное время суток, а сами стрельбы на полигоне Кушалина. Практическое бомбометание летчики провели на высоте 4000 метров днем и 600 метров ночью. Боевые стрельбы выполнили на высотах около 400 метров. А точность применения авиационных бомб обеспечивалась штатным прицельно-навигационным комплексом самолетов Ил-76. На Ил-76 установлен комплекс для выполнения бомбометания. В комплекс этот ходит радиолокационная станция прицеливания и выход в точку сброса бомбы мы выполняем в этом комплексе. То есть прицеливание, определение координат, линии пути – все выполняет этот комплекс. После отработки бомбы метание экипажей провели стрельбу из кормовых авиационных пушек по наземным целям, которые, согласно легенде учений, представляли собой легкобронированную и автомобильную технику противника. В полетах приняли участие экипажи авиационных полков Тверского соединения ВТА, дислоцированных в трех регионах на территории Западного военного округа. Всего было задействовано около 10 самолетов Ил-76.